У нас оборудованы несколько классов. Два класса для начальной школы, там маленькие дети обучаются с первого по четвертый класс. И есть ряд классов, в том числе этот, это кабинет русского языка и литературы для обучения детей после четвертого класса, до одиннадцатого. Также у нас проводят экзамены ЕГЭ, все как полагается. Дети сдают экзамены. После капитального ремонта детское отделение туберкулезной больницы обладает функционалом маленького городского района. Здесь и школа, и спортивный комплекс, и, конечно, стационар с трентген-кабинетом. Сегодня заместителю председателя областного правительства и директору департамента здравоохранения продемонстрировали, как больница освоила 15 миллионов рублей, выделенных на ремонт. Мы попали в федеральную программу помощи больным туберкулезу, и в том числе часть средств там пойдет и на приобретение оборудования для этой больницы, поэтому это эндоскопическое оборудование, поэтому через какое-то небольшое совершенно время здесь еще будет и достойное оборудование, поэтому можно будет говорить о том, что, в общем-то, детская туберкулезная больница будет отвечать уже, ну, самым высоким требованиям. По итогу 2014 года лечебные показатели больницы наряду с Москвой и так занимают первое место в ЦИФОН. Внедрение новой методики и диагностики позволило региону снизить заболеваемость туберкулезом на 30%. Впрочем, появляются и тревожные тенденции. Многие родители стали отказываться от вакцинации, что может повлечь необратимые последствия. Причем в районах Большесельский, Борисоглебский, Пашихонский это идет с нарастающим результатом. И я обращаюсь к родителям, не нужно бояться вакцинации туберкулеза. Туберкулез – грозная болезнь. И хорошо, когда мы ее ловим на ранних стадиях, но еще лучше, когда качественно проводится профилактика. Сегодня в детском отделении лечится 64 ребенка. Для них устроили концерт и фестиваль граффити. Уже в эти выходные фасад больницы украсят герои отечественных мультиков в исполнении художников-волонтеров из 12 городов России. Евгений Журавлев, Денис Лосев. День события.